«Пить — это же грех, пиво нельзя, и курить — это алкоголь, говорится в Библии». Про курьев ничего не говорится, потому что в то время этой ерундой люди не занимались. А про вино сказано так. Вино веселит сердце человека. Это Ветхий Завет. В Новом Завете апостол Павел советовал Тимофею или Титу, я сейчас не помню точно. Немножко вина употребляет для здоровья, потому что у него больной желудок был. Но этот же апостол Павел в другом месте пишет, «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». Но опять же, не упивайтесь. Чуть-чуть можно, но упиваться нельзя. Меру надо знать. Вот что написано в Библии. Кроме того, Иисус Христос воду вину притворил на свадьбе. На бедной свадьбе им не досталась вина, а он взял и притворил воду в вино. Да и сам тоже. Как он о себе говорил? «Вот, говорят, Иоанн Креститель, он пришел праведным путем, молитвенник, аскет, но говорили, что в нем вес. А пришел Сын Человеческий, себя так называл, ест и пьет вино, и говорят, «Вот, ядцы и винопийцы, друг мытарям и грешникам». Иисус Христос о себе говорил, что он пьет вино. Да и на Тайной вечере он же чашу апостола дал. «Пейте от нее все, сияясь кровь Моя Нового Завета, на вине совершил Евхаристию». Так что в меру вино можно, пожалуйста, не вопрос. А курить, курить – это себя травить только. Там ничего хорошего в этом курении нет. Поэтому курение – это грех в том смысле, что человек сам себя травит. Зачем это нужно? И не только себя, но и окружающих тоже. Люди дышат этим. Так что ничего хорошего. Игорь Негода